Максим Шевченко выдает невероятный анализ того, что происходит в прежде спокойной Канаде. Отворится там сейчас самая настоящая революция. Вот что пишет Шевченко. В Канаде уже более недели продолжается мирное народное восстание, которое отечественные журналисты по-прежнему предпочитают называть протестом дальнобойщиков. Все и вправду началось с водителей грузовиков, возмутившихся требованием принудительной вакцинации, сопровождавшимся угрозой массовых увольнений. Хотя шоферы, которые одиноко сидят в своих кабинах, вряд ли могут кого-то заразить. Давление стали оказывать и на многие другие категории работников. В действительности скандал с вакцинацией был лишь поводом. Дальнобойщики не случайно назвали свое выступление конвоем свободы. Речь идет одновременно и о гражданских правах, и о праве на труд, о чем многое убедительно говорят сейчас ораторы на митингах, проходящих по всей стране. Сыграло свою роль и другое. Оппозиция канадского правительства мотивировалась ссылкой на совместное решение, принятое вместе с властями США. А ведь англоязычная Канада была создана в 18 веке людьми, не признавшими независимые Соединенные Штаты. Протест дальнобойщиков сопровождался взрывом канадского патриотизма, символом чего стали гордо реющие над грузовиками национальные флаги и флаги провинции. Кое-где вывешивают даже британский Union Jack. Правда, когда выяснилось, что в Америке тысячи людей выходят на акции в поддержку канадцев, на митингах появились и звездно-полосатые флаги США. Активно участвовали в протестах выходцы из Польши, поднимавшие свои красно-белые флаги и эмблему профсоюза «Солидарность». Масло в огонь подлил премьер-министр Джастин Трюдо, назвав несогласных кучкой маргиналов с неприемлемыми взглядами и заявив, что власть ограничит их права, поскольку они являются меньшинством. Это окончательно взорвало страну. Да, Канада так похожа на Россию. Но она никогда не знала не только крепостного права и самодержавия. Но в отличие от США, там не было ни рабства негров, ни геноцида индейцев. Оскорбленный народ двинулся на столицу. К мужикам с англоязычного запада присоединились франкоязычные квебекцы. Дальнобойщиков поддержали фермеры и дорожные рабочие. На трассе показалась тяжелая сельскохозяйственная и строительная техника. К ужасу либеральной общественности, которая уже собиралась осудить протестующих, как белых мужчин, в их ряды массово стали вливаться индейцы. Политкорректный дискурс потерпел крах. Конвой, начавшийся с нескольких десятков машин, разросся до беспрецедентных масштабов, растянувшись по дорогам огромной страны. Тысячу людей приветствовали проходящие грузовики. Итог недели протестов. На улице по всей стране вышли 2,5 миллиона демонстрантов, требующих уже не только отмены постановления о вакцинации, но и отставки премьера. Трюдо бежал из столицы и спрятался в неизвестном месте. Полицейские начальники призывают к порядку, но рядовые копы братаются с протестующими, а флаги с призывами к отставке правительства замечены уже на армейских грузовиках. Последней опорой власти остается пропаганда, которая демонстрирует поразительное единообразие во всем мире. Телевидение упорно врало про небольшие группы, которые никто не поддерживает. Был и обязательный рассказ про оскорбление ветеранов. Якобы протестующие надругались над могилой неизвестного солдата в Аттабе. А когда какой-то провокатор попытался занести в толпу митингующих нацистский флаг, это радостно показали по всем каналам. Пошла в ход и тема иностранных агентов. Если у нас протестуют агенты Госдепа, то в Канаде агенты Путина. К счастью, мы живем в эпоху интернета. Телевизионная ложь тут же подробно и убедительно разоблачалась десятками каналов YouTube. Но официальные медиа так и не извинились. А клевета продолжают тиражироваться даже в Википедии. Но протестующие не сдаются. У нас происходит одна из самых больших революций. Мы не уйдем, пока Трюдо не покинет пост, или мы не вернем все наши права и свободы. Заявляет один из них в телевизионном эфире. Трюдо!